Чудесная программа, чудесные участники, чудесные слушатели, но самое важное, самое главное, чудесный наш Господь. И одно из имен его, он чудный. И он и есть на самом деле такого. И сегодня, придя в Дом Божий, может у тебя или у кого-то из нас есть какое-то переживание, есть какой-то страх, печаль, может, можно. И даже для этого есть какие-то объективные или серьезные причины для этого. Но я хочу сегодня сказать словами ангела, у тебя и у меня есть сегодня причина быть радостным и счастливым перед Богом. Потому что когда-то ангел сказал, что он объявил эту радость, которая будет всем людям, то есть тебе и мне сегодня. Не только пастухам, не только кому-то, но каждому из нас сегодня. И сам Бог, и сам Иисус Христос, который родился, он есть причины этой радости. И Иисус Христос, Иисус Христос, я думаю, что не только детям, всем нравится праздник Рождества, правда? И потому что только подарки, тем более подарки нужно не только получать, их нужно еще и дарить, правда? Потому что у нас есть благословение, и даже в том, что дарить, это даже больше с глазами писали. И кто-то сравнивает, какой праздник христианский больше тот или другой. Я думаю, что, наверное, правильно сказать, что они все важны, потому что они все связаны с Личностью Иисуса Христа. Потому что все они являются частью Божьего спасения для каждого из нас. Я хочу, чтобы вы сегодня порассуждались, прочитав послание апостола Павла, Тимофею, 3 глава, 14 стих и ниже. Если апостол Павел пишет такие слова своему другу и служителю Тимофею. Это третья глава послания апостола Тимофею. И третья глава апостол Павел, он дает информацию, он объясняет Тимофею, как правильно строить жизнь в церкви, как правильно строить взаимоотношения в церкви, решать практически какие-то вопросы. И вот здесь он дает какое-то определение, кто такое и что такое является церковь. И я хочу немножко на этом остановиться. И он говорит, что церковь — это есть Дом Божий. У людей разные представления о церкви, что собой представляет, является церковь. Но Павел говорит, что церковь — это есть Дом Божий. Это не просто здание. Это не организация, это не какой-то бизнес. Это не собственность какого-то пастыря. Но церковь — это есть Дом Божий. Можете сказать аминь? Второе, что говорит Павел, что церковь — это есть церковь Бога Живого. И это его принадлежности к церкви и кому она принадлежит. Потому что это есть удел и собственность самого Живого Великого Бога. Потому что церковь — это те люди, которые имеют живые и реальные отношения с своим Господом. И третье, что он говорит о церкви, апостол Павел. Он говорит, что церковь — это есть столб и утверждение истины. Это есть основание. И столб. Я думаю, в те времена это, наверное, может даже было более понятно, потому что многие здания именно строились так. Было основание и были колонны. И вот это здание, все оно основывается на фундаменте. Но вот эти вот колонны, они держат не только крышу, но все здание также держится на этих колоннах. И здесь апостол Павел, он дает не только определение, чем является церковь, вот этим основанием и колоннами. Но он также говорит, что церковь, он дает ей как бы определение, чем она должна заниматься. Она должна провозглашать и утверждать Божью истину. Это божественное откровение. Они должны утверждаться в церкви. Она должна хранить их внутри себя. И вот самое важное откровение, которое апостол Павел решил сейчас напомнить Тимофею. И в лице всей церкви. Мы сейчас почитаем 16 стих ниже. Вернее, 16 только стих. Я бы сказал, что здесь такое краткое, но очень концентрированное изложение всей Евангелии в этом одном стихе. Я бы назвал, может, как эти шесть столбов, эти шесть доктрин или шесть истин, которые апостол Павел здесь провозглашает. Это то, на чем держится основание и учение церкви. И это не второстепенные вещи, но самые главные, самые словополагающие. И многие вещи, они меняются в современном мире. И во все времена, многие, чтобы менялось. Меняется форма служения, форма поклонения. Какие-то традиции, они меняются, и они могут меняться. Но я сегодня напоминаю себе лично к всем нам. Что основания и истины, они не меняются. Независимо, где ты живешь, на Украине или в Америке. Ты живешь в первом веке или в двадцать в первом веке. Основание и истины, она та же самая. Она не меняется. Потому что это не человеческое, это Божие. И это потому, что сам Бог, Он является неизменным. И истина, она никогда не подстраивается под чьи-то понимания, какие-то ситуации, какие-то обстоятельства. И самый главный, и центр всего этих истин является Сам Господь Иисус Христов. И апостол Павел говорит такие слова. И первое из этих шести словов, и основание истины, он говорит, что беспрекословно, великая тайна Бог явился во плоти. И мы по-разному называем этот праздник и это событие. Мы говорим, Рождество Христовое, это понимание, правильно? Мы говорим о воплощении, это тоже правильно. Мы говорим о воплощении, это тоже правильно. Но апостол Павел дает еще одно определение этого праздника, этого события. И апостол Павел говорит, что Бог явился во плоти. И это было начало осуществления Божьего плана спасения всего человечества. Потому что все, что было до этого, времена Патриарха, времена Ветхого Завета, это была все подготовка к этому важному событию. И не только какие-то особенные, некоторые, очень яркие пророчества, но все Писание Ветхого Завета, она говорила о Иисусе Христе, который должен был прийти на эту землю. Но апостол Павел, он уже как бы оглядываясь назад, с перспективы где-то приблизительно 30 лет назад, он говорит, великое благочестие тайна. И он говорит, беспрекословно это, конечно. И беспрекословно, это бесспорно, это непровержимо, это есть одно из определений этого слова. Гереческое слово, которое есть подременно, оно звучит так, и оно может привести его, как сказать то же самое. И сказать это вместе, даже торжественно провозгласить. Такое единодушное общее убеждение всей Церкви, всех верующих. Это как символ веры христиан. И, конечно, вокруг этой истины было много разных толков, разных суждений во времена Иисуса Христа, во времена апостолов. Но было то, во что свято верила Церковь, и всегда утверждала и продолжала. То, что касалось этого события, они говорили, Бог явился во плоти. И это то особое откровение, которое все-таки всегда и остается, и будет оставаться какой-то тайной для нас. И даже для самого апостола Павла, который имел такое множество разных божьих откровений, он должен был сказать так, это беспрекословно великое благочестие, тайна. Безусловно, это еще и великая тайна, это не просто тайна. Это то, что описали, во что желали, и желает проникнуть ангел, и даже ангел не все понимает в этом. И не знаю, как вы, я тоже не все понимаю. Я думаю, что это правда, потому что у каждого из нас. Но есть и есть вещи, которые я не понимаю до конца. Но это не мешает мне верить в Божественную истину. А истина заключается в том, что Бог явился во плоти. Трудно мне все понять, все объяснить, это величие Божьего замысла и плана. Но я думаю, что мы все вместе можем сегодня сказать торжественно, мы верим в эту истину, мы признаем этот факт, и мы на что меньшее не соглашаемся. Потому что это и божественная истина. И вот когда мы смиренно принимаем эту истину, или верим в эту истину, в этом и проявляется наше благочестие, или наше богопочитание. Когда мы начинаем высокомудрствовать, начинаем ставить свое понимание как-то выше библейских гектарин, но когда в смирении мы превосносим Божью истину и принимаем его, в этом есть настоящее богопочитание, и благочестие. И здесь истинно заключается, что Бог явился во плоти. И когда мы говорим слово явился, мы понимаем, что это не то, что было началом чего-то. И когда он говорит, это не то, что было началом чего-то. Потому что явился, это значит, что он был до этого. Это не начало какого-то творения или существования, но это то, что было всегда и раньше, появился в определенный момент в истории человечества. И мы знаем, что Иисус Христос, он был вечно, и он был всегда. Но это слово явился, оно означает, что Бог явился в человеческом теле. И это он явился в человеке, которого звали Иисус Христос из Назарета, который был рожден в эту ночь в Ифриеме. Конечно, мы читаем Ветхий Завет, мы видим, что Бог являлся во времена патриархов и в Ветхом Завете во времена Моисея и других пророков. Это было не так часто. Но Его явления, они были какие-то особенные всегда. Часто они сопровождались каким-то громым молнием, огнем. Горы содрогались от Его явления, Его присутствия. Облако дыма или огня покрывало часто людей, которые там присутствовали рядом. Но когда мы читаем об этом явлении, которое подошло там, в Ифриеме, оно будет так спокойно, так кажется по-человечески незаметно. Когда сам Бог, сам предвечный Бог, Его предвечное Слово, оно стало плотью. И это было так простой ситуацией, простой атмосферей. Это просто ухлево. И когда она написала родила, она положила его в ясле. И это написано, когда она дала в ясле, она положила его в ясле. Не знаю, наверное, молодые люди даже не знают, что такое слово ясле. И ясле, это кормушка для скота, там, где кормили скот. И я почему-то думал всю жизнь свою, до тех пор, пока не поехал в Израиль, думал, что как мы сегодня представляем, такое дерево сделано какое-то, или корыто, или такое, какое-то такое баскет, но на самом деле всегда это делалось только из камня. Потому что в дереве в Израиле почти нету. И оно имеет огромную ценность. И поэтому все, все, что делалось, утварь всякая, в том числе для кораблей и скотания, они просто выдавливались в камне. И вот эта вот каменная кормушка, она была местом, куда был положен тот Бог, который сотворил всю вселенную. который апостол Павел Колоссянов говорит, который и есть образ Бога невидимого, и рожденный прежде всякой твари. Ибо им все создано, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престол или господство, начальство и власть, или все им и для него создано. И он есть прежде всего, и им все стоит. Это есть тайна воплощения Иисуса Христа. И тот Бог, который многократно и многообразно издревле говорил в пророках, Он в последнее время Он говорил и говорит сейчас через Иисуса Христа. И я привел бы очень много мест, и некоторые я приведу все-таки, где говорится об этом чудесном Божьем плане, замысле, как сам Бог, великий Бог, Он воплотился в человеческом теле. И апостол Павел филиппийцам говорит, он будучи образом Божьим не почитал хищение быть равным Богу, но уничижил себя, самого себя, принял образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду стал как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Это филиппийцы, вторая глава, 6-й, 8-й стих. Филиппийц. Голоссянам написано, ибо благогодно было отцу, чтобы в нем обитала вся полнота божества. И сегодня, может быть, кажется, кому-то удивительно, но я думаю, что тех, кто читает историю, знают историю, христианскую историю, это не удивляет нас, что вот этот вопрос, кто такой Иисус Христос, он всегда почему-то звучит. Сам Иисус сказал, спроси учеников, за кого почитают меня люди. И Он спросил, за кого почитаете вы. И этот вопрос сегодня оказывается имеет какую-то свою важную актуальность. Я бы сказал даже больше, это вопрос жизни и смерти. От того, кто для тебя лично, для меня лично является Иисус Христос, это есть ответ на мой вопрос жизни или моей смерти. И в то времена еще, во времена апостола этот вопрос часто ставился какой-то в сомнении или какое-то неправильное рассуждение. И апостол Павел Колоссянам 2 глава 8-9 стих говорит такие слова. «Смотрите, братья мои, чтобы кто-то не увлек нас философию и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихии мира, а не по Христу. Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно». Вы можете сказать слово «Аминь» на вот это утверждение Писания, что в нем обитала и обитает вся полнота Божества телесно. Как это может быть? Не знаю. Но Слово Божие говорит так, и я верю, принимаю это. Как абсолютную Божью истину, которую мы можем только на нее положить. Но опасность даже христиан и тех, которые верили в Него в какой-то мере, чтобы как-то уклониться к какой-то философии, какие-то пустые разговоры по пустым каким-то рассуждениям, пустым словам, по преданию, по обращению лукавого. Это иногда происходило в истории человечества и в прошлой сегодня. И кому-то может тогда и сегодня нравится быть, кажется, умнее, чем другие или претендовать на что-то больше на том, кем он не является. И часто люди не понимают, что они становятся рядом с теми, кто есть проводниками какой-то лжи и ереси. И вы знаете, что основные две истины, которые старается дьявол украсть. И то, что определяет религию или культ. Это те люди, которые говорят, что Бог, он пришел на землю, он не был подобен на человека. Он был просто Богом. Это было все духовно. Он на самом деле не испытывает те страдания, те боли. он просто духовно прошел вот это все, то, что мы читаем в Деяниях Апостола или в Евгелистах, скорее всего. И это есть ересь, это и заблуждение. Потому что это не есть истина. Вторая крайность, которая ересь, и которые иногда даже современные люди проповедуют об этом. Да, что Иисус, он был праведным человеком. Он даже был безгрешным. Он даже был исполнен Духа Святого. Но он не был Богом. По крайней мере, на этот период времени. Но это также есть ересь и заблуждение. Но я сегодня продолжаю то, что в Писании, не то, что я думаю и не то, что я чего-то думался. что Бог явился во плоти. Он есть Бог и истинный Бог. Но будучи истинным Богом, Он явился во плоти, то есть человеческом теле. И вот это есть истина. Все остальное, то, что говорят другие люди, это есть ересь в облужении. как бы красиво или убедительно они об этом не говорили. И сколько много было бы последователей за этими людьми, не имеет никакого значения. Но имеет значение то, что Бог говорит сам о себе. И в Колоссянам еще, в 1 главе 21 стихе так сказано, что Бог ныне примирил в теле плоти Своей и смерть Его, чтобы представить святыми непорочными и неповинными перед Собою. Бог это совершил через тело человека. Бог явился во плоти. И ничего меньше. Ничего меньше. Бог явился во плоти. Не ангел, не небесное существо, но Бог, сам Бог, но тот, который был рожден в человеческом теле. и прошел этот путь вместе с людьми. Потому что если бы Иисус не был истинным Богом, Его смерть, Его страдания, Его распятие, Его скитение, не имели бы никакого значения для каждого. Но оно имеет значение, потому что Иисус был и есть истинным Богом. Апостол Иоанн также делает очень веское заявление. Он говорит, знает также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем истинным Сынем Его, Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Это Иисус Христов. Если я спросил у Иоанна, который так хорошо знал Его в теле или плоти, который прикасался к Нему физически, он дает очень сильное заявление, может, самое сильное заявление Библии. Он говорит, Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Это есть наш Спаситель Иисус Христос. Он истинный Бог. И Твоя и моя жизнь в Нем. Аллилуйя Ему Зарякова. И когда мы читаем слово явление, это значит, что Он был раньше, что Он был всегда. Но когда пришла эта полнота времени, Бог послал его к нам. чтобы мы получили спасение и становление. И Писание не оставляет ни одного сомнения, не оставляет ни одного варианта, чтобы иметь какое-то другое мнение. Но несмотря на это, Он враг продолжает атаковать эту истину. Потому что у него такая работа, такая цель. Это украсть, убить и погубить. И если только ему удастся у кого-то украсть, вот эту самую главную истину, что Иисус есть Бог, все остальное, все наши убеждения, они имеют никакого значения. наши региозности, все наши набожности, она просто пусты, пусты, пустоты. дьявол не случайно атакуют эту истину. Потому что он знает, если он сможет сдвинуть этот столб, который должна утверждать церковь всегда и во всем. Все наше здание просто завалится. Вы помните, как это Самсон смог это сделать? Он просто сдвинул один или два столба, и все здание завалено. Вот это духовно может произойти в жизни какого-то человека. Но наша задача каждого личного как церкви сегодня сегодня единодушно, как одна душа, сегодня провозглашать о духовном мире, что Иисус Христос есть наш Бог, и Он Тот, Который явился во Плоте, и Он Тот, Который сегодня одеснует Сагнат на престоле, и ничего нас меньше не устраивает. Мы меньше не согласимся. И это то, что буквально провозгласил ангел там на полях Вифриема. Он сказал такие слова, Ибо ныне родился вам в городе Давидовом, Спаситель, Который есть Христос Господь. Он есть наш Спаситель. Он есть Наш Мессия. Но Он есть Господь. Он всегда и был. И всегда Он сегодня и во веки тот же. И сегодня я хочу, чтобы мы просто даже не только застельными церкви, но в церкви мы продолжаем эту истину. потому потому это истинно является нашим основанием, что Иисус есть Мой Личный Спаситель, что Иисус есть Твоим Личным Спасителем, Он есть Твоим и Моим Мессией, и Он Твой и Мой Господь. И Апостол Павел в послании Тимофея, уже в втором послании, 4 главе, 8 стих, он делает еще одно очень сильное заявление его исповедания веры. Он говорит такие слова. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день он и не только мне, но и всем возлюбившим явление его. Тема моей сегодня такой проповеди это явление Бога во плоти. И Писание говорит, что придет тот день, когда мы все перестанем перед Ним. И от этой встречи будет так много зависеть. но в принципе все зависит уже даже сегодня и сейчас. И это зависит от того, какое мое личное отношение к тому явлению, которое было когда-то здесь на этой земле. И апостол Павел умел полный дизайн сказать, что я знаю, мне готовится венец правды. И только мне, но всем, то есть всем нам также. Потому что мы те, которые возлюбили Его явление. И даже сегодня в это служение, в этот праздник, может быть, разные люди сегодня здесь присутствуют в этом служении. И для кого-то может рождество, это просто праздник, и не больше. Это просто дополнительные выходные дни. Это просто украшения, подарки. Это хорошие красивые мелодии, песни. Кто-то, может быть, это даже как-то не принимает, и многим людям даже это не нравится. И вот это наше отношение к тому, что Бог явился в оплоте. Мы Его возлюбили, или мы к Нему равнодушны, или мы это даже ненавидим. Оно определит Твою и Мою вечность. все определяет Вместе с Вами. Для вас и для меня готовится венец правды. Он уже приготовлен. потому что мы возлюбили Его явление. Потому что мы продолжаем любить Его сейчас. И мы имеем реальное отношение с Ним сегодня. Но сегодня, когда мы молимся, мы сейчас скоро будем молиться. И может быть, есть люди сегодня в Доме Божьем, для которых Иисус Христос не является личным Спасителем. Он не является вашим Мессией. Он не является вашим Господином вашей жизни. В этом и заключается хорошая новость, которая была объявлена там, в Ифриеме. Что Иисус Христос был рожден и для вас также лично. И сегодня каждый, кто придет к Нему, Он может иметь вечную жизнь. Каждый, кто примет Его приход, каждый, кто поверит в это, Он имеет надежду и уверенность в вечной жизни. Вы знаете, я перед тем, как мне молиться, хочу сказать такой один, у меня же случай, наверное, просто такую ситуацию, в которой я как-то ехал, может, несколько дней назад. И когда я еду в церковь, я все время проезжаю возле Sam's Club, и там раньше находилась мэрия или City Hall. И как-то я ехал несколько дней назад и обратил внимание на такую маленькую табличку, которая висела на заборе, которая обгораживает эту всю территорию сейчас. И как-то я ехал несколько дней назад, фencing in that whole территорию. И на этой табличке были написаны такие простые слова. Это было на английском, оно написано, City Hall moved to another place. City Hall has moved to another place. Эта мэрия, она перенесена в совершенно другое место. И знаете, когда только я почитал, мне какой-то дух начал говорить ко мне, потому что я убежден, как и вы на этом месте наверное все присутствующие, что Иисус Христос, Он скоро придет на эту землю опять. Но прийти, Он придет на эту землю, Он возьмет Свою церковь туда, чтобы мы были с Ним всегда. Я даже представил, что когда это случится, когда это произойдет, скорее всего, это здание останется, но на заборе нашей территории церкви, может быть, кто-то повесит такую же самую табличку, что эта церковь, она переселилась в другое место. Ее больше здесь нет. Но она там, где находится ее Господь, ее Спаситель. И я очень верю, убежден почти в этом, и волююсь об этом, чтобы никто из нас не прочитал эту надпись. Но были бы те, которые вознеслись с Ним и были там всегда. Но многие люди будут читать это, и может даже те, которые когда-то проходили в церковь. Но все это определит, ты будешь читать или ты будешь вознесен, возлюбил ли ты Его явление на эту землю. Но сегодня у тебя и у меня есть абсолютная уверенность. И я могу сказать вместе с вами, что я буду в числе тех, которые будут возноситься. Не потому, что я такой хороший или совершенен. Но у меня есть две причины, как и у вас для этого. Но две причины, я имею в виду как и у вас. И самая главная причина, это то, что Бог возлюбил тебя и меня. И так Он возлюбил, что отдал самого Себя за тебя и за меня. Чтобы ты и я, мы имели жизнь вечную. И вторая причина, она не такая как бы фундаментальная, но очень важная также. Потому, что ты и я, мы возлюбили Его и Его пришествия на эту землю. Давайте мы сейчас поднимемся. И я хочу, чтобы сегодня мы действительно возрадовались этой чудесной Божьей привилей, которую Бог дал нам. Что мы еще раз пославили за Его явление на эту землю. За то, что Он дал нас понятых. Может быть, не все до конца даже. Даже если остаются какие-то тайны, которые только мы в вечности до конца все узнаем. Но Бог дал достаточно нам понять, что Он любит каждого из нас. И может быть, сейчас есть люди, которые хотели бы просто обновить свои отношения с Ним. Или, может быть, есть люди, которые не исповедовали Иисуса Христа как Своим личным Господом. Которые никогда не отдавали свою жизнь и посвящали Себя Ему. когда мы сейчас будем молиться вся Церковь, сделайте ваше исповедание веры, ваше решение твердым. Продайте сюда вперед и скажите, я хочу быть тем, которые среди тех, которые любят Его и Его пришествия. Я хочу быть тех, которые когда-то будут вместе с Ним на облаках. И сегодня это радостная весть, она в действии. Она продолжает звучать, которая была сказана там. Это радость для каждого из нас. Поэтому сейчас, когда мы молимся, вся Церковь будет молиться. Я хочу, чтобы мы исповедовали с нашими устами, что Иисус Христос есть мой личный Спаситель. Он есть мой личный Мессия. И у Моих есть личный Господь. И это будет навеки и навсегда. И никто ничего в этом не поменяет. Ваше Церковь. Давайте будем храняться славе. Давайте будем исповедовать нашими устами тем, кем Он является для нас. И кто-то, если желает сегодня, может, впервые или обновить свое исповедание, вы можете прийти во время нашего поклонения во время нашей молитвы. И это так важно сегодня сделать. Потому что сегодня это Ваш день. Это сегодня это лето Господнее благоприятное. Сегодня день спасения. Аллинуйте, Господь. Исповедь, мы славы.